Мы возвращаемся, добрый день, друзья, в нашу ролевку по Стартреку системы 2D20 Modiphius Star Trek Adventures, где моя книга, а вот она, вот. Какое интересное название. Такая вот система, очень советую, хорошая, долго разбираться, но потом удобно играть относительно, потому что здесь система, в чем она, в чем моя сложность, в том, что она в себя одновременно вбирает как механики игровые, так и она же должна нашим игрокам предоставить возможность визуально действовать и производить такие действия. Как если бы они действительно разбирались, что такое Стартрек и в кораблях. Подожди, подожди. Как если бы. В смысле, если бы. Ну, ты разбираешься, а Левитов вообще не может отличить Стартрек от Старварса. Слышь, не надо. Я, между прочим, много Стартрека посмотрел. Целую серию. Не, не, я вот старый не могу смотреть, потому что он для меня слишком архаичный. Вот Пикаровский я с удовольствием смотрел, я весь Enterprise смотрел, потому что тогда был, типа, актуальный сериал. И Deep Space Nine у меня ваш, и этот, как его, и Voyager не очень. Ну, как так-то, как так-то? Это тварь. Ну, вот так вот, вот это вот, капитан Voyager, вот это вот, вот почему, как это, до нее почему-то женщины часто в юбках были, вот в классическом Стартреке была женщина в юбке. А в Voyager нужно было... Потому что их там функция совсем другая была. Конечно, потому что феминизм уже, женщина в брюках должна быть, она должна быть мужиком вот этим, вот управляющим кораблем. Все, Катя, мы знаем, кого будем бить, если будет игромир в Москве. Здесь стрелочка повернется. Мы его будем сталкерить у входа просто и... Причем в брюках просто такие. А вы без верха еще будете такими? В венках без верха и с надписью какой-нибудь на груди. У нас в сообществе нельзя... Бей Леминга. Так вот, возвращаясь к системе, все-таки, я говорю, что здесь они умудрились усесться на оба стула одновременно. Не тех, которые Чай Лаваш подумал, а классическая схема, когда хочется сесть на два стула, а не те два стула, на которые не хочется садиться. Вот, и они смогли в свою систему зашить сразу игрокам и представление о том, что такое Стартрек. Из этого они ее несколько усложнили. Вы согласны с моим посылом? Что-то там правда подумала же. Нет. Нет. О чем ты правда не подумала тогда? Я ни о чем не подумала, я вообще забыла как бы про эти два стула. А да, вспомнила. Вспомнила, видите. А почему на них нельзя садиться? Берешь, шпиками все срезаешь и сидишь себе спокойно. Хорош, молодец. Я вообще-то нет, не пойду, ну ладно. Так вот, давайте, чтобы тут уже, раз уж мы нашей просто... Стартреке, мы здесь собрались пообщаться. Катька, быстро, одним словом, новый Пикар, что это? Одним словом. Любовь, хорошо. Туть. Тебе понравилось? Я еще не смотрела. Я не смотрела пока еще. Лемминг. Мне не зашло. Чай-лаваш не смотрела, наверное. Я начала смотреть, честно скажу, были попытки, но у меня проблема, я уже говорила о ней, не могу смотреть фильмы, сериалы. Вообще. И не только этот, просто уже лет пять ничего вообще не смотрю. Но детектива Пикачу смотрела. Да вам и Гослинг озвучивал, да? Нет, Райан Рейнольдс. А, все, перепутал. И надо, чай-лаваш, конечно, нужно как бы ломать себя и вырабатывать в свою привычку, смотреть всякие сериалы и фильмы. Ну зачем? Я читаю. Молодец, вот, лаваш читает. Со мной сегодня, кстати, играют Катька. Покажи спонсор, кто у нас сегодняшнего показа. Спонсор сегодняшнего показа? Ни у какого. А, видимо, потемнее стало, она уже не так хорошо выделяет. Ниже, ниже, ниже. Вот, отлично, хорошо. Да, она и так, и так, и так. Да, прекрасно, прекрасно. Катька сидит на корабле у нас сегодня, воспользовалась спецэффектами. Надеюсь, твой компьютер от этого не умрет, от вычислений. Кто знает. Так, сибирский Лемминг у нас сегодня тоже играет. Который не смотрел Deep Space Nine, не зашел, но, видите, ишь ты. Я зато смотрел Вавилон 5. Мне Вавилон 5 больше понравился почему-то. Ого, посмотрите, кстати. Но они чем-то похожи. Я Вавилон 5 начинал, но мне вот как раз Вавилон 5. Не зашел. Фейчик с вами сегодня тоже играет. Любительница старт-трека. Ты любишь старт-трек, фейчик? Пересматривай что-нибудь. Ну, блин, вот самое прикольное, что я их пересмотрела чаще всего, это, ну, отложив в сторону 9 раз, как мы ходили на возмездие, я пересматривала оригинальные... Ну, это все Кембербэтч, мы его как-нибудь тоже пригласим к нам сыграть что-нибудь, не сегодня. Да, это все киберскотч, очевидно, да. А так я пересматривала оригинальные полнометражки, они мне очень нравятся. Ой, кстати, я смотрел даже, и вот самая первая, по-моему, была типа Виджер, или как там вот это вот... Виджер? Где там была лучшая женщина? А, Виджер, да, Виджер. Это про то, где зонд улетел в далекий космос, встретился с искусственным разумом и пересобрался в мега-корабль, который вернулся и сказал, я Виджер. Они думают, что за Виджер? Не знаем мы такого. Там залезли внутрь, а там Вояд же. Да, вата прикольнее, где Спок с китами плавал. Да, да. Это я не смотрю. Чай-лаваш там сегодня тоже играет, которая... Вообще не знает, что такое. И на самом деле, не согласна, я выросла в семье фанатов Стартрека, и когда я пошла в школу, меня мама забирала и приветствовала всегда так. А у меня не получалось так сложить пальцы, я из-за этого страдала, у меня были комплексы. А что думаешь по поводу ботокса? Ну, это такие уколы от морщин. Но я еще не в том возрасте, поэтому не надо вот тут меня так сильно зарывать. Я еще уже не молодая, но еще спортивная. Когда-то, может быть, почему бы и нет. Чтобы радовать вас всех своим молодым лицом. Но вы его не увидите, потому что я зашакалена. Ну, мы-то видим, и как-то вот морщина все больше становится, мне кажется. Потому что смеюсь много. А иногда, знаешь, вдруг меньше становится. А я вообще морщина просто. Сходит куда-то и меньше. Куда ходит, непонятно. Большой-большой секрет. Ну, она льдом просто протирает. И огурцами еще. Маринованными. На самом деле, на всей игре сидит в маске с огурцами, если кто-то не знал. Огурцами внутрь? Снаружи. Ну, раз их и не видно. Это маска огурцами внутрь, вероятно, не наружи. Хорошо. Потом шутка дойдет. Да, я поняла уже. Что ты поняла? Я все поняла. Ну, просто я заблюрена, и поэтому никто не узнает ничего. Вот что я поняла. Хорошо. Так вот. А ты о них работа, что думаешь? Какой-то токсин, насколько я знаю. Да, он, кстати... Так что должно быть опасно. Нейротоксин, который блокирует импульсы к мышцам, и они не сокращаются. Мне кажется, вулканцам очень даже подошел бы такой. А зачем он им, если у них нет, соответственно, логически должно быть меньше проблем с морщинами? То есть на вулкане, получается, ботоксные клиники бы не прижились? Думаю, что вряд ли. Но это же нелогично. А ботокс еще не только в косметических целях. Бруксизм, когда, например, скрипят зубами, или гипертонус мышц, в стоматологии используют. Плюс ДЦП тоже используют при лечении. Поэтому это не только косметологические. А в какой клинике в Москве лучше в Кауте? Я не знаю. Ну ты просто такое знание вопрос. Ну хорошо, не знаешь, так не знаешь. Вдруг знаешь. Вдруг буду в Москве, захочу ботокс колоть. Ну я тебе скажу, что есть НИИ, научно-исследовательский институт косметологии и пластической хирургии. Вот туда бы, пожалуйста. Мне через сколько лет можно уже вкалывать? Тебе уже пора. У меня во лбу знаешь какая морщина? Вот мне вкалывать или еще подождать? Показывай. Ну я вам показывал недавно. Туда лучше гиалуроновую кислоту ботокс уже не поможет. Так это у меня тогда будет лоб такой, как у нейдр тальца большой. Будешь всех давить своим авторитетом и лбокс. Придется монобровь отрастить. Блин, да хватит меня уже душить. Задушили меня. Мне просто интересно. Я потом тебе расскажу все. Полись. Не полись так. Хорошо, хорошо. Мне просто интересно. Мне кажется, наши зрители здесь, если собрались, то им про ботокс очень интересно. Они же в старт-трек пришли. А старт-трек про вулканцев. Вулканцам ботокс не нужно. А почему ботокс не нужно? Потому что у них морщинок нет. А вот интересно. А если вулканцам не нужно, мне нужен. Леммингу не нужно. Я не могу просто. Мне кажется, это все логично. Очень логично звучит. Очень логично. Лемминг не даст соврать. Я сейчас задохнусь. Ты кэм там уже плачет. Задохнешься? Это нехорошо. Это может быть связано с коронавирусом. Кстати, коронавирус. Мы уже не обсудили. А вот мы сейчас всем... Мы же в будущее сейчас рассказываем. Вот у нас хроники на самом деле коронавирус. Представляете, сейчас нас смотрят из какого-нибудь там... 2037 года, например. Привет вам, кстати, всем. Опять. Опять 37-й. А я уже был, да, 37-й? Да. А, опять 37-й. Да, точно, кстати. Что-то не знаю, что у меня в голове. 2037 года. Они не знают, что это такое было, когда вы все гуляли, гуляли, там бац и перестали гулять. Каково это вот хроники карантина? Катька, каково тебе на карантине? Расскажи вот двух словах. Я ебнусь скоро. У нас мало времени, потому что мы играем, но в двух словах можем себе позволить. Хроники карантина – это когда я могу позволить себе завтра с утра встать, запустить режиссерскую версию, вести на колец и смотреть до победного. Все части. Но тебя это не радует, я вижу. Нет, радует вообще. Что-то радует. Фея, как ты живешь на карантине? Грустно живу. Поделись. На учебу хочу. А где ты учишься? Я учусь в колледже на ювелиромонтировщика. Ювелиромонтировщик? Блин, это круто. Это же перстни. Перстни будешь делать потом? Да. Монтировать. А монтировщик? А чем ты это с ювелиромонтировщиком, а твой ромонтировщик? Ну, это в плане изготовления и сборки ювелирных изделий. А у тебя на руке вот это сама делала? Нет. Сама я делала... То есть ты без штанов не вставай. Нет, я пытаюсь ничекуда его заставить. Мы же все в карантине здесь. Только мир можем одевать. Какое-то там интервью брали. Я в штанах. У украинского, кажется, бывшего министра обороны или что-то. И он такой, типа, интервью закончилось. Быстро все коленки показали. Еще трансляция не закончилась, и он такой... Это в трусах. А Лемик не покажет, потому что он в трусах сидит. Я коленку могу показать сейчас? Голая коленка, смотрите. Спалился. Конечно. Короче, я не могу его найти, но... Потом нам в чат кинешь. В общем, тебя грустно сидеть в карантине. Нет, я видела в твиттере. Ты с семьей в карантине или в одиночном? Я? С семьей. И как у тебя с семьей в карантине сидится? Нормально? Нормально. Ну, отлично. Не будем уточнять. Лицо скажет все само за себя. Лемик, как тебе в карантине? Ничего не поменялось. Если тебя держат силой, подмигни правым глазом. Я уже месяц на текущий момент на карантине, как бы, и поскольку здесь карантина вообще-то нет... А здесь это где уточни, просто мы не все знаем. Беларусь. Беларусь на момент записи нет карантина. Но карантина ни у кого нет, это кого? Есть самоизоляция какая-то, условно. Ну, да, в общем, никаких государственных условий нет, короче, направленных. Поэтому здесь, в общем-то, особенно значительным образом каким-то жизнь, кажется, и не поменялась. Только что приходится работать из дома. На тракторе, как батька советовал? Конечно. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Чай-лаваш, про свой карантин расскажи. Ну, я хочу сказать, что образ жизни мой никак не изменился. Не могу побегать, позаниматься спортом. Ну, а в целом, я как сидела дома, так и сижу. Живу одна, вот, если кому-то интересно, как... Ну, 10 лет уже живу, короче, одна, и жизнь моя никак не изменилась. Привыкла уже разговаривать сама с собой. Как сыч. Да, как сыч. Единственное, да, единственное, 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 сейчас я скажу. Моя вот работа научно-исследовательская, которую я вела на протяжении трех лет карантином, полностью уничтожена. Вот и все. Вот единственное, о чем я сужу. А так, в целом, круто. Мне нравится, что можно сидеть дома на законных основаниях, и тебя никто даже за это не будет порицать. И те, кто вот больше всех возмущался, что ты сыч. То есть тебя никто не шеймит сейчас даже в карантине. Да, и те, кто все время возмущался, что ты сыч и не выходишь на улицу. Ну, я выхожу по выходным на улицу, там, тусить, еще что-то. Теперь сами оказались и почувствовали, как это кайфово. Но из-за того, что они не играют в роллки, не играют в компьютер. Не читают Платона. А мы вот такие вот, кто играем в роллки, в компьютерные игры, мы кайфуем и смотрим на них свысока. С лучшей расой. Несмотря на рост метр сорок, смотрим на них свысока. Да, ну вот, да, у меня рост, ну вот, все про меня рассказывает. Вот, поэтому я довольна. Все расставилось на свои места, понимаете? Вот еще штанга придет, вообще заживешь. Кот-то что? Штанга еще придет и заживешь тогда. Да, нормально все с ним. Болеет, к ветеринару там надо, но все нормально. Кстати, что-то котов ваших действительно не у тебя, не у Катьки что-то, они все в порядке. Мой спит на подоконнике. Спит, а ну не надо его беспокоить. Коты повышают просмотр. Так что вот так. Я, короче, считаю, что это лакмусовая бумажка, которая показала, кому живется на Руси хорошо. Вот нам, людям играющим, сейчас вот просто покайфуемся. Идим спокойно в трусах, играем в Стартрек. Чтоб все так жили, короче. Если вы еще можете пересилить себя и пережить некоторый шейминг от Брат Саву, тогда можно вообще даже существовать вполне неплохо. Да, мы уже выработали иммунитет просто к этому. Прекрасно, потому что я же не со зла, вы знаете. Я исключительно... Поддушивает слегка. Исключительно, да, из конструктивных соображений. Руки, которые он постоянно в кадр показывает, вот этими рученьками поддушивает нас. Надо в конце эпизода котиков к камерам так это притащить. Я утку хочу, вот я себе утку заведу и буду утку. Заведи. Она гадит и крякает постоянно. Я знаю. Ну, коты тоже гадят и крякают. Я же сельский житель, я селянка, и я знаю вообще... Ты корову доила когда-нибудь? Я, да. И как тебе ощущения? Я на лошади верхом нормально. Сколько раз? Ну, не один раз. И я умею верхом на лошади... Как нужно доить корову правильно? Ну, я не буду сейчас это рассказывать. Я умею дрова колоть, я умею управлять бензопилой, поэтому как бы на рыбалку ходить там, на фото. Управлять бензопилой звучит так, как будто она на ней ездит. Просто некоторые не знают. Я деревья там бензопилой опиливаю. Так что, друзья, если вы до сих пор одиноки и мечтаете познакомиться с прекрасной женщиной, которая столько всего умеет, заходите к нам в телеграм-канал, найдете ее там, можете ей написать. И, может быть, хоть она и Райана Гостлинга отшила, вас он не отошьет и сходит с вами в ресторан хотя бы онлайн, в зуме. Что-нибудь придумать. Я только сейчас поняла, что чай лучше всего приспособлен к зомби-апокалипсису с бензопилой. Да, и дрова колоть умею. И дрова колоть. Ну, все. Отлично. Я к тебе еду, если он начнется, если что. Да, окей. Отлично. Ну, вы поняли, да? В телеграме у нас она сидит, можно там с ней пообщаться. Девочка хорошая. Ну, это хватит душить уже в меня, пожалуйста. Я просто сказала, почему, вот, что я сельские жители, началось, а корову доить. Что это вообще такое? Ну, я просто тоже много раз был в деревне у бабушки летом, но ни разу мне корову доить не доверяли. А я не была в деревне, в том-то и дело, у нас нет деревень в области у нас, в поселке городского типа. Ну, просто, не знаю, к слову пришлось. Прости, не буду больше тебя душить. Не души, спасибо. Вот у Лемминга могу спросить, а умеет ли он доить? Да, Лемминг ни черта не умеет, он же не магог и балабол, больше ничего больше не умеет. Я ничего не умею. А может, умеешься? Вдруг наша смоя какая-нибудь симпатичная, одинокая женщина, мечтающая о парне из Минска. Которая ничего не умеет. С головной коленками. Как бы ты себя презентовал в двух словах? Молотый горячий. Я ничего не умею. И горжусь этим. Конечно. Прекрасно. Ну, может, не горжусь, но... Нет, не стыжусь. Горжусь. Не стыжусь. Ну, смотрите, живет один, значит, что-то все-таки умеет каким-то образом обеспечивать себя. А мы же не знаем, может быть, не один. Может, не один? Да. А где-нибудь там бабушка его ходит, который за ним следит. Живет с бабушкой. Он ее в туалете закрывает. Или с дедушкой. Или с дедушкой, да. Отец с дедом бывает. Он с ним в пятницу. Так, ладно. Вы тут играть собрались или что, в конце концов? Действительно. Лам развел. И на нас свалил, паскуда. Потому что я кот. В прошлой жизни был. Вот ты была трилом, а я котом. Ладно, давайте вернемся. Мы все-таки собрались поиграть. Хватит этих отступлений. 18 минут как раз. Самое начало игры у нас сейчас начинается. Я забыл предыдущие полтора часа, которые мы тоже не играли. Ну, мы узнавали правила. Это все часть игры. У нас игра это гораздо больше, чем непосредственно управление фишечками. Понимаете? У нас игра это сообщество, это веселье, это мемчики, радость, радость шейминга. Ну, и все прочие. А нас что в этом есть? А вы мне скажите, я не знаю, что вы здесь приходите. Видимо, вы любите, когда вас унижают. Да. Клуб по интересам. Да, у нас нормальный такой клуб садомазохизмом. Один садист, а остальные мазохисты. Ну, только, мне кажется, пока жертва, а здесь только я. Да, вон, Лема тоже за шеймили. Почему? Ну, не так сильно. То есть, ты намекаешь, что надо еще других тоже пошеймить. Пошеймить легко. Требуешь это. Поддушивать легка. Хорошо, я буду стараться. Ну, что, если они такие идеальные, что им прямо не прикопаться, понимаешь? Газлайтинг уже. Там вот не к чему прицепиться. В одной лошади, у другой фон, смотри, какой красивый. Ну, как можно этих людей обидеть? Он не котик. Где? Вот. Зашакалено, не видно ничего. Зашакалено. Не вижу, зашакалено все. Вот же, котик. Зашакалено, не видишь. Я вижу, что видит зритель. Так, давайте начнем играть. Хватит уже этих. Разговорчик. Разговорчик. Мы с вами распределили батл стейшн, и слава богу. И теперь, как выглядит бой. Бой очень похож на тот бой, который был у вас в прошлой игре, когда вы кидали свои контрол и секьюрити. Или дэринг плюс секьюрити, если это ближний бой. Но единственный момент, что вы за себя китаете контрол плюс секьюрити. Вам как бы ассистирует корабль своими системами. Одним кубиком. Одним дайсом. И укорабляет, а там разные сочетания, в зависимости от того, какие это системы. Например, посмотрите там фоточки, что я присылал. Если посмотреть на, скажем, где-то там был. Ну, например, хелм. Это управление. То мы видим, когда атак паттерн нужно задать, то есть атакующий узор, то кидается дэринг икон. Со сложностью 2. И написано, что он ассистируется оружием и иконам у корабля. А у корабля есть свои показатели. Я вот здесь напомню. Вот я показал на экране. Ваш корабль Firefly. У него есть 6 показателей основных. И департменты. И вот эти департменты как раз и зависят от того, и система зависит от того, какие показатели кидаются. Прокинуть нужно в этом кубике. Точнее, в этом дайсе. Все время дайсы кубиками называю по старой привычке. А дайсы далеко не всегда кубики. Иногда это, черт знает что вообще. Стогранные. Понятно, да? Как это выглядит? А теперь титры. Наконец-то мы приступаем к старт-треку. У нас начинается наш эпизод, к которому мы долго готовились. И давайте напомним, как зовут вашего персонажа, какого цвета у него фишечка. И в двух словах буквально, как он выглядит. Вы сейчас находитесь на мостике. У вас по центру сидит капитан. Капитан розовенький, должен быть, насколько я помню. Розовенький капитан. Да, да, да. Вот, Катя, расскажи, давай с тебя начнем. Как зовут твоего персонажа? Раса и как выглядит в двух словах? Меня зовут Кент Зарал. Я трил, соединенный с своим симбиотом. Я европеодной внешности, не самого высокого роста, с короткими черными волосами и характерными для всякого трила пятнышками. Но видно, уже доработал. В третьей игре начал появляться образ персонажа, да? Поначалу у тебя был довольно смутный, я еще помню. Ты розовый фишечка и сидишь на центральном месте. Лемушка, ты у нас синенький, да? Да. Сидишь по правой руке или по левой? По правой, ты помню. По правой, должно быть. По правой руке. По правой руке, капитан. И давай себе описание. Мой персонаж, его зовут Слем, да, насколько я? Да, да, все верно. Он вулканец, выглядит как обычный вулканец, так как мы себе представляем вулканца. Все еще без бороды, я все еще в раздумьях по этому поводу. Истрижка, традиционный вулканский горшок. Прекрасно, прекрасно. А тебе костюм какого цвета? Вопрос на засыпку. Синего должен быть, я думаю, наверное. Да, ты же вроде как научник, да, у нас? Все, угадал, нормально. Хорошо. Фейчик? У меня персонаж... Женщина-человек. Персонажа зовут Яника Эска, и она начальник службы безопасности. Она выглядит, собственно, вот... Как ты. Как я. Похоже на Ташу Яр. Да. Мы это уже определили. Так, а ты у нас какого цвета фишечка? Фиолетовый такой, да? И ты здесь сидишь или сзади? Охранник должен сзади стоять, помню? Да, я там у дверей тусуюсь. Да. Во всяком случае, ворф все время стоял где-то там. Только ты его поставил к экрану, а не к... Ой, извините, а задом наперед корабль... А вот корабль летит задом наперед, смотрите. Это прикол. Старость, нерадость, как говорится. Корабль может летать не только вперед назад, вверх и не сносить задом наперед. А вот знаешь, в космосе зада и переда нет. Там, там, там. И вверх и низа тоже. Куда полетишь, туда и вперед. И разница нет. С чем состыкуешься, то и вперед. Главное, щиты не забыть поднять. Не забывайте поднять щиты, сейчас вирусы ходят, да. Везде. Так, чай лаваш, твой персонаж? Меня зовут Кестра Стади, я бетозоид. Выгляжу обычно так, как, собственно, выгляжу я в реале, только за исключением того, что у меня зеленые глаза. Такой же мутный тип. У меня зеленые глаза, у моего персонажа темного цвета. А как ты выглядишь в реале, ты такой тебе пиши, потому что никто тебя не видит из зрителей. Сложно описать. Ну, обычная такая. Обычная такая деревенская баба. Ну, обычная такая. У меня обращаться с бензопилой. Да, подождите, дайте. Я опять в шейме, извини. Встал на свои рейсы. Выменем с бензопилой и пошел. Подождите, пожалуйста. Ну, пожалуйста. И с газонокосилкой тоже. Кстати, вот. Косить траву еще. Молодец, какая, молодец. Я говорю, просто не детка, а золото. Да, я просто уже угораю. Подождите, я просмеюсь и скажу нормально. Ты смейся, я пока скажу. Я однажды видел в продаже крем. Он называется «Крем для рук и вымени». Беларусь, друзья, это Беларусь. Это не здесь, кстати, было. Это не Беларусь, друзья. Это не Беларусь. Даже представьте, что в Беларуси творится. Кажет длинный. Там, наверное, крем для рук и для картофеля. Давай, описывай. Вот. Ну, собственно, обычного вида я человек не очень... Ничем не примечательный. Вот. Темные глаза, длинные волосы. Среднего возраста. Собственно, все. Что они чувствуются? Нормально же вещи она говорит. Нормально, короче, выглядит лаваш. Вы все поняли. Нормальная такая телка. Нормально выглядит. Я пыталась просмеяться. С битозоидского района. Ладно, если у кого-то фантазия вот плохая, вот, ну, в Телеграме можно увидеть, как я выгляжу, чтобы дофантазировать. Да. С разных ракурсов. Хорошо. Пусть смешить, я уже не могу, мне дышать тяжело. Капитана до слез довели. Сволочи. Оставить макать, капитана. Я напоминаю, что в прошлый раз я вам слишком расщедрился и дал много очков, которые потом у вас отнимал, 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 отнимал. Продавал сигары вам. Растения в катках. Все прочее. Но все так истратили. Но до сигары... Ой, хорошо вас раскрутил. Но у меня шесть очков вот таких вот, кстати, вот теперь. Вначале. Оказывается, у меня по два за каждого. Они держи. Тогда Лемминг настоял, что по два у каждого. А вот нет, по два за каждого, а не у каждого. Очень большая разница. И эти очки мне помогут по ним жахать. Это страшная сила. Вот. А у нас ноль, да? А у вас ноль, да. Вам нужно еще заработать все. Мало того, что нужно заработать, они когда зарабатываются, они каждую цену тратятся по одному, у вас убывают автоматически. Поэтому у вас есть... Короче, выглядит так, что нужно их реально сразу использовать. Вам нужно сразу их использовать, да. Итак, у нас начало эпизода. Открытые титры и называется наш эпизод... Радуга. Появляется. Учебные стрельбы. Та-та-рам-там... Нет, это Санта-Бабара. Как там в стартрете было? Я забыл. Кто-нибудь помнит мелодию в стартреках? Молодцы, фанаты, молодцы. Space. The final space. Слова и я помню. Вот мелодию вспомните. Это не так просто. Учебные стрельбы называется. И мы сейчас находимся на... Этой самой... На мостике. И у тебя мигает сообщение, что тебя вызывают в кабинет. В твой капитанский передача для капитана. Командер, слем, займите позицию. И я... Ты переходишь в свой кабинет. Я занимаю позицию. Тебе звонит... Тебе звонит адмирал. Адмирал флота по имени... Райан Лотшник. Нет. Его зовут адмирал Ганс Белтер. У меня просто еще с водилки... По этим... Как назывался это? По Кемерпанку осталась куча неиспользуемых немецких имен. Заготовочка. Надо использовать. Поэтому не удивайтесь. У вас даже пришельцы будут немцами все. Просто надо их использовать. Я много выписал. А нет, у меня по американцу тоже есть. Потому что пришельцы могут быть американцами. Ну вот, адмирал Ганс Белтер тебе звонит и говорит... Как приняли корабль, капитан? Докладывайте. У нас были небольшие неполадки с двигателями, однако они уже устранены. С командой была пройдена учебная программа. А в целом мы готовы к... За какие классы? Шутка. Адмирал решил разрядить установку. Спросить, за какие классы была учебная программа. Я не поняла шутку. Почему не смешно на шутку? Сверчки такие на фоне. Мы готовы к первому назначению. Прекрасно. Но прежде чем мы вам выдадим первое назначение, мы должны проверить вашу тактическую и стратегическую подготовку. И поэтому вы должны будете пройти учебные стрельбы. Вы будете в составе вашего корабля. У вас будет только одна сторона. Враг будет в составе трех кораблей. Они будут охранять базу учебную. Их корабли будут класс ниже, чем ваш. Но тем не менее вы должны будете разработать план, как вам уничтожить базу, провести вамбардировку и скрыться. Сколько при этом вы уничтожите вражеских кораблей, не так важно. Противостоять вам будет капитан Райан Грюнер. Портрет его высвечивается. Ты его знаешь давно по Академии. А капитан Райан Грюнер выглядит примерно вот так вот, только одетый при этом еще. Я Райан Грюнер открыл голым, так он не остался. Неприлично получилось. Вот такой же, только одетый и с серьезным лицом. Не благодарите девочке. Не благодарите. Девочки у нас все равно не смотрят, поэтому не парься. У нас суровые мужики-то посмотрят. Девочки у нас только играют. Мало кто смотрит. Он нас эксплуатирует. Если он смотрит девочки, напишите в комментах, что вы тоже смотрите. Но если вы, конечно, не Александра, и кто там у нас еще есть. Инесса, Марина, Вима. Вас мы и так знаем. Хотя вы тоже напишите, конечно, что вы тут есть. Перепись тех, кто нас смотрит. Вот. Ты смотрелся на Гослинга? Опять монитор прочитал? Опять, да, я только хотела сказать. Руки на стол, и никто не пострадает. Я переключу на Винсана Касселя, чтобы мне что-то не отвлекало. Так вот. Он вам противостоит. Вы его знаете еще по вашему выпуску. А ты знаешь, что он такой заносчивый и сукин сын. Из семьи потомственных адмиралов всяких флота. Очень самонадеянный. Ну, такой, знаешь, как Кирк в молодости, только еще более напыщенный. У меня дергается бровь, но не поведя лицо. Потом я говорю, принято, высылайте координаты для... Координаты высланы. Прошу перевести ваше оружие все в режим учебных стрельб. Чтобы у вас была симуляция стрельбы, а не настоящая стрельба. Естественно, мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. И у вас на выполнение трое суток. Постойку выполните, доложитесь и проведем разбор. Принято, приступаем. Все свободны. Экран погас. Я выхожу на мостик и отдаю приказ о переводе оружия в учебные... Ну, в смысле... Как он там сказал фразу? Учебных стрельб. Для учебных стрельб, да. Господа, прежде чем приступить к нашему первой миссии, нам необходимо пройти учебные стрельбы с капитаном... Напомню, как его зовут? Райан Грюнер. Райан Грюнер. Немецкая фамилия, заметьте. Райан Грюнер по... Вводите данные, как бы, навигатору говорю. Прокладывайте курс. А кто с навигатором? Это ты, навигатор. Ну, у нас же есть какие-то статисты для... условные, пока мы еще не в бою. А, ну да, конечно. Ты просто за статистов выступаешь, окей. Вот ваше здесь несколько человек. Здесь двое сидят, рулевой и навигатор. Здесь сбоку всякие тактики стоят и прочие. И я пересылаю, соответственно, Лему... Он же у нас за это отвечает. А, нет, Лему и Фейчику информацию о кораблях и станции, которые у меня есть, чтобы они дали отчет о их состоянии, что это, куда это. Я так понимаю, вы-то и выше рассказываете. Отчет о том, что вы должны отбомбиться? Да, ну, что это за корабли, что за станция. Хорошо. Так, ну, сектор, значит, вам отмечен. Корабли сейчас скажу, какие. Я пока в это время, я так понимаю, стрельба относится к моей сфере деятельности, поэтому я услышал приказ капитана, направляя людей лично, иду проверять, чтобы фазеры перевели в режим учебной стрельбы. Чтобы не было всякой хуйни. Как ты любишь, Ву. А что я люблю? Я ничего не люблю. Так, сейчас скажу вам, какой класс корабля, если вам это так интересно. К сожалению, по разнообразию кораблей, у них прям сильно супер не блещут. В этой книжке, по крайней мере. Но поэтому будем вам создавать стандартных врагов для начала. Вы ждёте, когда вам по корабльскому? Подожди, у нас задача захватить станцию, при этом не имеет значения, сколько кораблей мы... Отборить станцию. У вас задача отборить станцию, да? Ну, то есть, типа, нужно... Я ничего не жду. Я пока пошла приготовить всем кофе. Молодчина. И ноготочки не забыть делать. Ноготочки сделаны перед полётом. Нам нужно обозначить бомбёжку. То есть, нам, условно, нужно добраться до расстояния бомбёжки. Примерно так. То есть, мы как защищаем какую-то контрольную точку, или мы, наоборот, захватываем контрольную точку? Мы должны бомбиться по станции с близкого расстояния, чтобы запустить точно по ней торпеды, бомбы. И смыться. Разбомбить станцию. Учебно разбомбить. Учебно разбомбить, естественно. Не по-настоящему. Ты что? Конечно же учебно. Так, вам, значит, будет противостоять корабль класса созвездия, Constellation. Один, два, три. Один корабль класса созвездия. И, и, и. Два небольших прототипа, которого вы раньше не встречались, с оружием, которое там будет редуцировано до шлюпочного, грубо говоря. Это два корабля класса Defiant. Это супер корабль, если что, который потом будет комбо имба в Deep Space Nine. Но здесь он будет использоваться в качестве пока воспитателем. И это будет корабль... Ну, он по силе, в пару раз сильнее, чем ваша шлюпка будет. А их основной корабль чуть-чуть слабже, чем ваш. Constellation довольно старенький. У него есть фазеры, торпеды, ну и трактор Beam тоже. И он довольно быстрый. Вот что вы о нем знаете. А какого класса у нас корабль, чтобы знать, что на сооружении вообще? Ну, фазеры это понятно. У нас... Интерпит. У вас класс Интерпит, причем у вас корабль 2371 года. Defiant тоже 2371, тоже достаточно новый корабль. А вот Constellation, аж 2285-го. То есть это корабль на пару поколений старше. Старьё парусное. Типа того, да. Я сейчас скину в группу наш корабль. А я вот уже его открыл. Он там был уже, чуть выше. Посмотрите, там Стартрек, Старшип, ПДФ. Ага, вижу. Хорошо, вы, значит, варпаете. И дальше следующая сцена открывается, как вы остановились на самом краю системы. Для самого дальнего сканирования примерно вы можете сейчас подготовить вашу тактику статегию боя. Вас вызывают. Вас к телефону, капитан. Вывести на главный экран. Входящий звоночек. Удобно усевшись в кресле, подперев рукой подбородок, а другую руку согнув локти, с широко расставленными ногами, там сидит Райан Грюнер. И смотрит на тебя с ухмылочкой. Которую тебе так всегда хотелось стереть в Академии, когда он был там еще капитаном футбольной команды и всего такого. Я улыбаюсь. Добрый день, капитан, говорит он. Капитан Грюнер. Я здесь для того, говорит он, чтобы пожелать вам удачи. И надеюсь, что несмотря на то, что вы, безусловно, проиграете, вы с честью будете исполнять роль нашего учебного противника. Надеюсь на то же самое с вашей стороны, особенно в случае, если вы проиграете, капитан Грюнер. Этого не случится. Надеюсь. Посмотрим. В любом случае, вы будете для меня достойным противником. А я, в свою очередь, в качестве утешительного приза, когда вы проиграете, готов пригласить вас на станции в ресторан на ужин. Только... Выкинь вина? Если вы это выдержите, ужин. Успехов. И вам. И вам отключается. Сука. Чувствую, что между ними прям вот из спида какая-то. Капитан, я думала, вы предпочитаете более крепкие напитки, чем вино. За кого он вас принимает? Сначала ему нужно победить. А я вам пока нарисую планчик. Да. И сканеры мне сканеры. Сканируйте сканеры, меня быстро все сканеры. Так, я лучше сюда вот вас поставлю. Пусть отсвечивает ваш корабль, ничего страшного. Хотя нет, вот сюда, чтобы не сильно отсвечивал. Так, значит, вы находитесь вот здесь, ваш корабль. Здесь находится небольшая луна, на ее орбите вращается станция, которую вам нужно атаковать. Здесь газовая туманность небольшая, здесь астероидное поле. А вот там планета очень близко, так что здесь вот находится поиск гравитационного воздействия. Так, извиняюсь, я на секундочку. Давай, где-то там их корабли. Где корабли неизвестно. Где корабли пока неизвестно, да. Красным отмечено корабль класса созвездия. И два корабля Defiance тоже где-то там находятся. Вы пока не знаете точно где. Но мы знаем, что они у станции, так или иначе. Они где-то здесь, в этом квадранте, неизвестно где. Что-то исчезло. А, кораблик пролетел, класс, класс. Так, значит, у нас есть туманность поиск астероидов в планете с гравитационным полем. Небольшая луна, на орбите которой находится станция. Два корабля за луной. Может, ты уберешь пока корабли, а то кажется, что они там. Они где-то, да, находятся. Да, да, это фьючерсные корабли. Фьючерсные, хорошо, называй их так. А за планету можете считать вот это, кстати, мой белый. Это будет планета, давайте. Тарелку. Да, это тарелка. Это подставка, монитор. Нам нужно полное сканирование секции. Так, ладно. Командер Слем, проведите сканирование туманности. К лейтенант Эска мне нужны понимать возможные способы подступления к спутнику, при которых сканеры наших противников, учебных противников, простите, нас не засекут. Вы будете синенькой фишкой, если что, запомните. Лейтенант Стадия. Оставайтесь такой же прекрасный. Я могу сделать вам кофе, если вы хотите. Я больше не могу пить кофе, остановитесь, пожалуйста. Могу добавить туда виски или ром. Чуть позже, мне на службе. Хорошо, я вас поняла. Если что, не секретарша, Чайловаш, я тебе так напоминаю. Это была шутка. Да, я... Поэтому можешь не чистить ногти сейчас. Вжилась в роль, смотрите как. Я работала вообще-то на заре своей юности. С нортиками? Нет, не маникюрша, а секретарша. Так, ну вот у меня вопрос. Да. Как должно происходить сканирование? Оно происходит в всего сектора или отдельных частей? Ну здесь сейчас сектор состоит из трех зон у нас, грубо говоря. Просто сектор, туманность и астеробия. Да, ну здесь если посмотреть, то это даже из четырех зон. Вы сейчас в самой дальней находитесь. Вот зона 1, вот зона 2, вот зона 3 и вот зона 4. Понятно? Ну, плюс-минус, да. Прямо как на карте звездного фото все нарисован. Не потеряла навык, рука? Ну, я хочу отсканировать те зоны, которые ближе к нам. Мне нужно их по одной сканировать? Да, ну, да, сканировать по одной. А сканирование как происходит? Оно происходит от корабля или высылаются какие-то зоны? А, типа, можно ли дальнюю зону сканировать? Я просто думаю, что в плане того, что не выдаст ли наш скан им наше местоположение. А, это ко мне вопрос? Да. Нет, не выдаст. Чисто, ну, хорошо, ладно. А если быть еще точнее, то ваше местоположение так известно, как на ладони здесь. Они же обороняются. Еще более не выдаст. Не примечен. Поскольку мы не знаем, где враг, поэтому нужно как минимум ближайшие к нам зоны просканировать, поэтому я бы хотел, соответственно, если я правильно... Ну, какова сложность будет сканирования астероидов и туманности? Ну, здесь практически автоматом будет. Давай посмотрим сейчас по сканированию. Давай. В принципе, там же общее сканирование, оно, по-моему, сложность 0 у него, насколько я помню. Закроешь. Получается, у нас есть астероиды для маневрирования, туманность для того, чтобы скрыться. Планета, в принципе, тоже как вариант с другого стороны. Информация... Приходит следующая, Лемминг, тебе. Пояс... Астероидное поле. Состоит из камней, а также из остатков каких-то металлических. То есть, похоже, здесь было... Это обломки каких-то кораблей, то ли свалка, или что-то такое. Туманность состоит из газа, в нем есть несколько объектов, некоторые из них размером с корабль даже. Может ли это значить, что там корабль? Или это именно какие-то объекты? Объекты размером с корабль. Это все, что тебе дает туманность узнать, потому что это туманность. Окей. Понятно. Некоторые размером с корабль. Да. Объекты. То есть, сколько их я знаю, или в каком это формате? Объектов десятки там. Из них единицы. Из них штуки три, которые подходят под размер... Могли бы подходить под размер Constellation. Ну, я понял. И штуки пять, которые подходят под размер Defiance. Окей. Следующий вопрос. А что, какую-нибудь мы информацию можем получить о четвертой зоне, которая вокруг планеты? Четвертая зона вам показывает, что там Луна. Угу. А станция сейчас похожа на теневой от вас в стороне, и вам и не видно. Но мы знаем, что помимо Луны и станции там ничего нет? Вы не видите ничего другого, да? То есть, там только станция? Там только станция. Ну, она сейчас с другой стороны Луны, поэтому вам не видно. Да, да, я понимаю. Я имею в виду, что может ли там корабль какой-то прятаться? Вот об этом речь. Может, конечно. То есть, все-таки может? Окей. Но он может на планете, например, сидеть. Или на Луне он может быть сидеть? Или он может быть у станции припаркованной? Ну, я хочу понять просто ситуацию, где условно могут быть враги, а где их, скорее всего, не будет. Ну, хорошо. Я тогда докладываю капитану, что, в общем, вот такая вот информация. Враги могут находиться в туманности, в поле астероидов, судя по всему, их нет. Но оно там, видимо, потенциально опасно. Ну, и о Луне знаем то, что знаем. За ней тоже можешь прятаться на планете. Мне интересен состав туманности и может ли она блокировать... То есть, если она блокирует... Мы не можем определить, какие крупные объекты внутри, соответственно, она, возможно, блокирует некоторые сенсоры. Мне интересно, какие именно сенсоры и может ли она спрятать нашу сигнатуру. Туманность водородная, довольно плотная. Я знаю, сейчас мы, когда здесь это все обсуждаем, конечно же, не ждите от Стартрека очень уж крутой научности. Там всякие странные туманности, бывают странных размеров в космосе, что-то иногда горит, ну и так далее. Это такое около научфан. И тем не менее, значит, эта туманность состоит из водорода. Блокирует она визуальные сигналы. В ней невозможно наведение торпед. Но при этом перемещение каких-то крупных объектов возможно. Но там есть крупные объекты, они дрейфуют. Хорошо. Следующий вопрос. Работает ли там тяговый луч и способен ли наш тяговый луч перемещать объекты размером с наш корабль? Способен. И работает. Да, да, но ваш корабль вполне. Вот у него есть своя, как это называется, своя сила. Если бы это был другой корабль, который вам противодействовал, тогда был бы не способен. Если этот объект не живой, массу вашего корабля он вполне может потянуть. Хорошо. Другой вопрос, как сильно он это, как быстро он может развить скорость этого объекта. То есть ему нужна энергия. Еще один вопрос. Знаем ли мы, что на другой стороне планеты вообще? У нас же должны быть какие-то познания. И другие станции, какая-то система обороны вообще вокруг планеты, что помимо этой станции? Нет, это геологическая станция обычно, если не в учебных целях, она используется геологами по вахтиному методу. Потому что на самой планете там идет добыча руды, но там атмосфера непригодна для дыхания, и поэтому они используют эту станцию для того, чтобы на ней посменно находиться вне момента добычи руды. Хорошо. Тактические предложения. Вопрос ко всей команде. У меня есть. Послушаю. А что если нам выбрать какой-нибудь достаточно крупный астероид и запустить его под видом НАСС? Ты, кстати, капитан, не объявила о уровне боевой готовности для всего корабля. Так, напомню. Желтый, красный? Красный это прям полная боевая готовность. Да, да. Желтый это приготовиться. А зеленый, значит, никакой. Желтый это поднимаются щиты. Что-то назначить, что и будет. Ты сама здесь можешь протоколы составлять. У нас в любом случае, как бы боевая ситуация, хоть и симулированная, поэтому я пока что объявляю до разработки плана желтую тревогу, но перед вступлением в бой я переключу ее на красную. Всем, всем офицерам занять боевые посты, проверить, ну это у нас уже Фэйчик проверила, что все орудия переведены именно в учебный режим. Да. И да, я слушаю вас, Commander Slam. Мне кажется, что если мы не можем быть точно уверены в том, что происходит и кто есть, кто в туманности, то те, кто находятся в этой туманности, а у нас есть все основания полагать, что там наши противники, тоже ничего не знают, находясь в ней, поэтому мы можем их обмануть. А каким образом? Ну, они будут видеть примерно, видимо, так же, как и мы, просто какие-то объекты, которые по размеру будут примерно соответствовать кораблю. Если мы зайдем в поле астероидов и выкинем из него какой-нибудь астероид примерно нашего размера, то, возможно, они решат, что это мы. Полетят за ним и будут захвачены врасплох. Да, однако астероиду, во-первых, нужно будет рассчитать траекторию, которая не навредила бы ни станции, ни кораблям, ни планеты. Во-вторых, придать ему скорость, типичную для корабля нашего класса. Это возможно? Это возможно. Это возможно? Возможно. Это возможно. Можно по-касательной послать в сторону планеты, так, чтобы он на планету свалился потом и все. И сгорел. У меня есть тактическое предложение. Слушай, я бы хотела вам предложить попробовать. Нет. Кофеек попьем позже. Как вы все знаете, кофе очень неблагоприятно воздействует на перистальтику кишечника. И во время боя вам можно... Можно обосраться. Я медик, извините. Я не могла предупредить нашего уважаемого Слема о таких губительных последствиях. Но если вы в подгузнике, то я могу вам заварить кофе. Вот. Я бы хотела предложить... Сейчас... Сейчас только я оглашу свое тактическое предложение и заварю вам кофе. Я хотела бы предложить попробовать перехватить их сигнал, чтобы услышать их разговоры со станцией. И, может быть, получить какую-то полезную для нас информацию. Это возможно сделать, не выдав наше намерение? Ну, вы можете перехватывать все сигналы, которые до вас доходят, естественно. Это же не какой-то щуп выдвижной. Да. Займитесь этим, лейтенант Стадия. Лейтенант Эска, ваше предложение? Шахнуть. Не, я имею в виду, фазеры готовы, капитан. У вас желтая тревога сейчас, да? На корабле. Желтая готовность. У вас... Тебя вызывает главный инженер Ларри Грамбург. В этот момент щиты опускаются. Полностью? Да, полностью опускаются. Обожаю тебя, Ву. Просто, блядь, всем сердцу. Слушаю. Говорит, капитан, у нас тут возникли странные проблемы, странного характера. Какого странного характера? Открытились щиты. Мы сейчас пытаемся разобраться, что происходит. Это явно не проблема компьютера. Мы сейчас проходим по цепочке, чтобы посмотреть, где основное... Основное, что у нас произошло. И мы нашли здесь устройство, передающее, которое от нас отсылало какой-то код все это время. На защищенной частоте. Если... Можете ли вы безопасно извлечь это устройство и отключить его, скачав с него данные? Боюсь, все это не получится, он под защитой. Но сам факт того, что она у нас есть, говорит о том, что, вероятно, у нас на корабле есть кто-то помогает нашему противнику. Надо изолировать сигнал устройства. Нормально. Это мы уже сделали. Что? Но он передавал вплоть до того момента, пока не были отключены щиты, и мы не пошли проверять, что происходит. Мы пытаемся разобраться сейчас. Подожди, а почему щиты-то отключились? Мы пока не можем понять. Мы сейчас пойдем по цепочке, посмотреть, что произошло. Нам нужно выяснить, кто установил это устройство. Лейтенант Стадив, можем ли мы выяснить ДНК на устройстве или каким-либо образом отследить? Кто его установил? Можете, можете. Можем. Конечно, врач, ты что можешь? Врач, ты что можешь? Конечно. Я займусь этим вопросом. А пока мне кажется, нам нужно попробовать все-таки перехватить сигнал и узнать, что там происходит. В первую очередь нам нужно перехватить сигнал, восстановить щиты и на данный момент выяснить, кто саботирует работу нашего корабля. Нужно сделать как можно быстрее и скрыться из поля зрения. А можем по касательной, вот к этой туманности пройти так, чтобы не прямо в нее, да, за нее. Можете маневрировать, пожалуйста. И пока я, ну, и мы маневрируем, наверное, пока все занимаются. Ну, прежде чем ты маневрируешь, у тебя сообщение на интеркоме. Принимаю. На экран. На общий экран. Там, это фотография, на которой Райан Грюнер сидит за столом, там белая скатерть, он поднимает бокал с вином, указывая на второй пустой стул. Он в парадном мундире, конечно же. Господа, я не к нему обращаюсь, я обращаюсь. Звук отключен. А это фото, это не картинка, не видео, это фотография. А эта фотография пришла откуда-то или с корабля? Фотография пришла с Луны. С Луны. Господа, я думаю, мы все сойдемся на том простом факте, что мы не должны позволить нашему коллеге в данной ситуации поддержать победу. Я не знаю, кто-нибудь что-нибудь делает уже? Я хочу сейчас... Все побежали, все побежали, все нужно время. Я так понимаю, вы сейчас пока хотите вот сюда переместиться, правильно? Да. Хорошо, вы производите движение. Пока движение нужно мало, вы не варпом туда фигарите. Пока я была на корабле, пока я ждала остальную команду, я более-менее, наверное, пообщалась с моей службой безопасности. Я хочу отдать приказ самым, грубо говоря, доверенным из моих людей, чтобы удвоить охрану инженерного отсека, мостика и людей, которые работают с передатчиком. Хорошо. Пока вам поступают следующие данные, чай лаваш, ты обрабатываешь эту штуку, которая там была приделана для передачи. Как только вы к ней приближаетесь, она стирает все внутренние данные, поэтому данных внутри не остается, если что. Ты также после обработки понимаешь, что никаких следов биологических на этой штуке не осталось, потому что, видимо, их обработали специальным прибором. Тем временем тебе, капитан Катька, приходит доклад от Ларри Грампла нашего, в котором написано, что, к сожалению, это очень прискорбно. Был произведен, видимо, акт саботажа, и одна из ключевых деталей, необходимых для функционирования щитов, была транспортирована куда-то в неизвестном направлении с вашего корабля, как только вы сюда прилетели. После этого еще работали дополнительные... Нет, не в этот момент. Когда вы все это решали, когда щиты пропали, она была куда-то транспортирована, эта деталь. Куда? Пока они не могут сказать, но будут устанавливать. Если они ее найдут и потом привинтят обратно, то смогут тогда подключить щиты. Хорошо. Я, во-первых, оставляю мостик на данный момент в таком пассивном режиме на слема, присоединяюсь к инженерной команде и предлагаю модифицировать... Как это? Шпильку поставьте, блин. Да не шпильку, у нас же есть щиты на наших шаттлах. Использовать детали оттуда для того, чтобы поставить хотя бы временные щиты на основной корабль. Это не получится. Не подходит мощность. Но у вас есть две шлюпки с щитами своими, но правда слабенькими. Каждый из этих шлюпок проиграет любому из этих трех кораблей. Камеры... Две шлюпки будут, если тактически хорошо пойдут, могут Defiance один завалить, но это если очень повезет. Мы можем посмотреть, кто был в транспортерном отсеке в тот момент, когда наши щиты опустились? Ну, не наши щиты опустились, когда у нас началась вся вот эта... Да, конечно, можно посмотреть. Да, только детали. Потому что там же есть лог, кто вообще регистрируется и кто всячески там отправляет кого-то. Да, конечно. Ну и кто? В транспортной комнате должны следовать, чтобы офицеры запасности. Тем временем вы перемещаетесь в эту точку, пока никаких все еще движений нет. И Ларри Грампл присылает тебе отчет, который устанавливает местоположение вашей детали. Оттуда мы не можем ее телепортировать. Нет, телепортировать вы не можете. Там огромное количество мусора всякого летает, понимаете, в этой детали. Вы должны будете подлететь и прямо ее практически сблизи, автор объемом притянуть, и тогда только телепортировать, когда она будет уже в визуальном контакте. А инженеры, которые знают особенности этой детали, они могут отрегулировать транспортер, чтобы сдать ему больше особенностей, чтобы он не выцепил камни, выцеплял именно что-то. Они, конечно, это могут сделать. Они это все сделают. Тут волноваться не стоит. И на какое расстояние нам нужно подойти к этой детали, перенастроив транспортера на ее сигнатуру, чтобы телепортировать? Плотную. Плотную. Несколько сотен метров. Хорошо. Мы можем спрятаться в туманности и отправить туда шаттл. И насколько наш шаттл будет заметен? Но если его отслеживать. Вы сейчас в туманности не можете определить, что из этого корабль, потому что они все движутся по траекториям, допустимым для обычных камней. Вас сейчас отслеживают здесь, вероятно, вся система. Здесь видят, что вы делаете. Если где-то здесь есть корабли, то они прекрасно видят, что вы делаете. Все ваши передвижения заметны. Сколько времени потребуется для установки деталей, если мы ее подхватим? Буквально несколько десятков минут. То есть у нас есть два варианта. Либо отправить шаттл, на который в том числе могут напасть, и затем они более медленные, но, возможно, более безопасные. Либо отправиться на корабле. И сразу после этого мы будем в боевой готовности. Но это более опасно, хоть и более быстро. Была идея вот то, что запустить осколок размером с наш корабль. Можно полететь в одну сторону, запустив осколок в другую. Разделить внимание. И перехватить их сигналы и узнать, как они среагировали на это. Попытаться. Да. Либо спрятаться за осколком. Потому что у нас просто, понимаете, чтобы отправить в разные стороны, немножко нелогично. Если мы отправляем большой осколок в противоположную сторону, она быстро покинет на туманность, и они быстро увидят, что это не мы. А так ли нужны щиты? Так, нужны щиты, поверьте. Ну, если не щиты, по-моему, будут лупить сразу по всем системам, когда будет провитие. Не, ну если не щиты, то у нас единственная тактика — это ломиться с торпедами в лицо станции. И надеяться, что по нам не попадут. Мой вопрос был связан с тем, что сейчас очевидное действие — это восстановить неочевидное действие — пойти в атаку без щитов. Тем временем у вас приходит доклад по поводу транспортации. Установили, кто транспортировал. Это Мичман. Один из ваших команды. Его допросили. Он сказал, что его документ, как оказывается, сейчас он только это понял, пропал у него. Но, видимо, еще в самом начале миссии. То есть, когда вы... Я хочу лично участвовать в допросе. Он не обратил на это внимание. Я не думаю, что сейчас имеет смысл допрашивать его, так как все необходимые... Вы можете его допросить. Ву, согласно... Ну, просто я не знаю, но... Это вообще как бы нарушение устава Звездного флота. Вот такая херня находиться на корабле без документов и нарушать его способность... Ну, как бы, работоспособность. Нет, в целом просто эта карта доступа, и она ему нужна только когда он получает этот необходимый доступ. Поэтому он мог на это не обратить внимания. И, тем не менее, он отправил в хуй пойми куда важную деталь корабля, которая зависит его... Он утверждает, что это не он отправил. Он утверждает, что у него пропуск пропал. Я предлагаю его допросить. Все равно, пока мы будем лететь, я согласна. Это можно, но это для нас ничего не поменяет. Ну, нет, у нас просто в любой момент может случиться еще один саботаж. Я предлагаю его запереть в каюте и отправить нашего медика на допрос. Командер Слем, лейтенант Эско, к какому тактическому решению мы придем касательно детали? Я вижу такие варианты. Либо мы летим за деталью, и в таком случае кажется гораздо целесообразнее лететь туда, как на корабле, а не на шаттле. Потому что шаттл могут перехватить. Соответственно, мы потеряем шаттл и не получим деталь. Если перехватят корабль, то больше шансов отбиться. А деталь и в том и в том случае получить... В смысле, а цель и в том и в том случае получения детали. Только получить ее у корабля полностью больше шансов, чем у шаттла. Потому что и то, и другое заметят. Либо второй вариант. Мы совершаем атаку, не тратя время на деталь. Потому что противник, предположительно, этого шага не ожидает. Так или иначе, это учебно или нет, это симуляция реальной боевой обстановки, в которой я не имею права рисковать жизнями своих подчиненных. Поэтому бросаться в бой без щита, мне кажется, нецелесообразным. Это именно то, чего от нас ожидает Райан с немецкой фамилией. Грюнер. Грюнер. Он. Хорошо. А если мы сделаем так... Грюнер переводится как Зеленый или Зеленов, или даже Зеленский, я бы сказал. А я бы предложила наоборот. Вы же уже сказали, что это всего лишь симуляция. Попробовать такой ожесточенный бой без щитов. Проверить нас на стрессоустойчивость. Устроить стрессоустойчивость нашему кораблю. Какой смысл сейчас пытаться восстановить щиты? Потом может оказаться у нас такая ситуация, что мы не сможем восстановить свои щиты, но нам придется идти в бой. О, есть такая мысль. А мы можем, если мы на челноке подбираем деталь с челнока, уже телепортировать на корабль, потому что там же уже изолированный сигнал, настроенный между... Сможете, да. А? То это ничего не меняет, на самом деле. Это меняет в том плане, что... Время. Это может изменить время, но концептуально в ситуации ничего не изменится. Вы хотите послать челнок и в это же время пойти кораблем в атаку в надежде, что... Какой-то момент появится. У вас до часа нужно будет установку... Установка еще щитазами, я говорил, несколько десятков. Сказал 10 минут. Я сказал несколько десятков. Десятки. А, десятки. Я все-таки предлагаю провести стресс-тест нашей команды. Для меня это выглядит так, что идти за деталью значит идти согласно плану противника. Либо его был план в том, чтобы мы ринулись в атаку без щита. Мы не можем здесь присоединиться. Вспомните фотографию, где он поднимает бокал. Возможно, вам это должно быть более понятно, потому что вы все-таки знакомы. Он всегда был самодовольным человеком, считающим, что он все знает лучше всех. Не сомневающийся в своих лидерских качествах. Капитан футбольной команды, не привыкший проигрывать. Я все-таки предлагаю перехватить сигнал и, может быть, получить ответы на наши вопросы касаемо плана. А мы разве все это время не перехватывали сигнал? Ну мы опрокинуть должны же, да, или нет. Если вы хотите узнать, есть ли сигналы? Есть ли переговоры? Да. Переговоров нет. Но вы фиксируете сигналы странного технического плана, такие типа код отсюда и отсюда, со стороны обломков. Технического плана в смысле? Дроны, может быть. Со стороны обломков, где наши детали. А дроны и мины, например, есть примерно одно и то же в будущем. Это либо стационарные дроны могут быть, которые очень укрепленные, никуда не летают и лупятся всей дури. Либо последующие дроны могут быть, которые очень быстрые и маневренные, но с меньшим вооружением. В общем, там опасность. Я просто на сигнал думала, что нужно опрокидывать дальше, поэтому ждала. Собственно, получается, что два сигнала. Один со стороны нашей детали, один со стороны наших предполагаемых противников. Да, да, и все технического плана. Это рискованно. Вам не кажется, что со стороны нашей детали есть какие-то технические сигналы? Возможно, нас там уже ждут. Технический сигнал как раз со стороны облака. Они все правильно расставили. Какого облака? Ну, ты же справа не рисовал. Нет, со стороны Луны. Отсюда и со стороны облака обломков. Да, облака обломков, где наша деталь. Облако молчит. Ну и корабля не слышно тоже. Возможно, это ловушка. Хорошо, а если мы запускаем... Еще раз повторюсь, в прямом столкновении вы можете победить оба этих маленьких корабля, в принципе, без всяких проблем. Либо один этот корабль всяких проблем, либо один корабль и один этот челнок, если у вас будут щиты. Без щитов вы проиграете двум этим шлюпкам или одному этому кораблю? Ну так, если прикинуть. Мне интересно, на самом деле, мочить корабли. Наша задача разбомбить, условно разбомбить станцию. Безусловно, да. А сколько вообще там вооружения и времени понадобится для того, чтобы разбомбить станцию? Насколько нам нужно ее разбомбить? Надо ли нам просто по ним попасть один раз или прям нанести какие-то повреждения? Вам нужно над ней пролететь и сбросить бомбу. Учебную. Ну, как бы сбросить бомбу. Она засчитает, что вы сбросили бомбу. Образить свой пролет над этим. При этом желательно еще самим уцелеть, конечно же. Это будет в плюс. Пролететь самоубийственной миссией и сбросить бомбу, это не по-флотски, сами понимаете. Это не та цель. Я все-таки хочу обратить внимание на то, что у нас был саботаж, два непонятных сигнала, и эти факторы очень усугубляют ситуацию. Мне кажется, что все-таки там какая-то ловушка. Лейтенант Стадии, идите допрашивайте. Тем временем установили, что камера также была стерта, которые там были в транспортной. И сейчас есть три подозреваемых, кто это мог сделать. GL? Ну, это все трое, они из младшего состава команды. Из них один мичман, один технический специалист и один биолог. Я хотела бы... Вам подробные данные какие-то нужны? Мне внутренняя история вообще про время, мне кажется. У тебя полное досье. Мичман – это чернокожий парень из Гарлема. Биолог – это такая очень эффектная блондинка. Симпатичная. Она русская. И кто там еще у нас был? Третий. Техник, да, был. Техник. Техник – это белый парень с опытом в военных операциях. Меня интересует, был ли хоть кто-то из них, так или иначе, либо служил под началом, либо был на одном курсе с Райаном Грюнером. Это уйдет некоторое время в разборку информации. Капитан, я предлагаю допросить заключенного. Плюс мне бы хотелось использовать свои телепатические способности на нашем... А, кстати, видео показало, что тот чел не мог этого сделать, который утверждает, что украли пропуск. Да, то есть, ну, у нас есть три подозреваемых. Лейтенант Стадди нужно, во-первых, сначала выявить, кто из них так или иначе был связан с Райаном Грюнером, и уже, наверное, с этим человеком поговорить. Или со всеми тремя. Капитан, я могу как бы высказаться по этому поводу? Кажется, что внутренняя история сейчас для нас проблемой не является. Мы можем просто усилить меры контроля, тем более, что у нас уже уровень желтый, и поэтому дальнейшие какие-то саботажи должны быть либо нереальными, либо очень затрудненными. А эту проблему дисциплинарную мы можем решить просто после операции. Иначе мы тратим время на это. Согласна, поэтому давайте мы троих мягенько так посадим в каюты. На стульях. Кружочек. Кружочек. А-та-та. Кто здесь саботажник? Охрану выделит лейтенант Эска. У меня есть предложение тактическое. Нам, по сути, в отсутствии щитов нужно использовать скрытность и скорость. Нам не важно, сколько будет повреждено кораблей. Важно лишь скинуть бомбу и уйти оттуда быстрее, чем мы получим повреждения. Соответственно, мы можем использовать какой-либо объект из туманности, чтобы отправить его по касательной, со скоростью сходной с кораблем, в сторону станции. И лететь, по сути, за ним. Кстати, это скроет нашу сигнатуру, если мы будем за ним лететь? Нет, конечно. Здесь же трехмерное пространство. Будет показано два камня. Два объекта летящих, один за другим. Капитан, а можно еще предложение? Обороняющее преимущество, что вы не видели их перемещений, поэтому не можете установить, где корабли именно. А у них, они видят вас при этом, все ваши перемещения, так они изначально отследили вас как объект, и теперь видят ваши перемещения. А у вас блокинг-девайса нет. То есть даже если мы сидим в туманности, у них нет визуального... Вот если вы куда-нибудь скроетесь внутрь планеты, а потом оттуда вылетят два объекта, тогда они смогут определить точно. Хотя если это будет совсем близко, то визуально могут определить. Но здесь это тоже другой вопрос. То есть в туманности мы спрятаться не можем? Ну вы не можете совпасть один в один с камнем каким-то. Ну это и есть мой вопрос. То есть в туманности мы не можем спрятаться? Не можете. Потому что в туманности могут быть их корабли или корабль. Может не быть. У меня есть вопрос к капитану. Во-первых, мне кажется, что мы, капитан, зря не берем в расчет ваши возможные знания о нашем противнике. Потому что все-таки мы могли бы, возможно, сделать какие-то выводы. Потому что кажется, что капитан сил противника, у него есть для вас какое-то послание. Он же не зря все это делает. Поэтому, вероятно, вы могли бы сделать предположение о том, чего он ожидает. Может быть, он ждет от нас каких-то конкретных действий. Выглядит так, что он пытается вас унизить. Поэтому, возможно, он будет стараться идти с вами на прямое столкновение. Мы могли бы использовать эту информацию. Второй момент. У нас все еще есть щиты на шлюпках. И, возможно, я не могу дать ответ, возможно ли это точно. Но, возможно, мы могли бы эти шлюпки с их щитами использовать как временные щиты для нас. Нам уже сказали, что мы не можем. Не их оборудование, а сами шлюпки. Физические шлюпки. Слушай, Ву, а мы можем вот эту бомбу перенести на шлюпки вооружения? То, что нам нужно скинуть на них учебное. А у вас там на шлюпке нет системы прицеливания для этой бомбы? А мы можем ее настроить через телепорты? Не можешь. Телепортнуть не можем. Конечно, ничего не можем. Да, да, да. Установить определенные... Ну, то есть у нас вот есть эта бомба. Нам нужно ее доставить до станции учебную, условно. Если мы ее перемещаем на шлюпку и, пролетая над станцией, телепортируем, по сути, в необходимую нам точку. Где она, естественно, на движении уже... В этом месте ты не можешь не воевать. Можете попробовать, конечно. Давайте попробуем следующий вариант. Ему действительно нужно меня унизить. Тем временем, кстати, у вас приходит информация о том, что установили только одного из подозреваемых, кто мог иметь контакт с Грюнером. Несколько дней назад они пересекались. Было зарегистрировано на одной и той же станции, и она, и... Как это она, кстати? И она, и Грюнер. Это самая блондинка русская Зоя Пушкин. Будем следовать традиции Стартрека и называть всех дурацкими русскими фамилиями, подчеркнутыми из первых страниц энциклопедии России. Зоя Пушкин ее зовут. Сразу рейтинг видео. Класс, просмотры пошли. Надо сделать эти метки. На какой минуте кота смотреть? Так, что если мы пойдем в лоб кораблем, но параллельно отправим шаттл через туманность по орбите планеты, чтобы они подошли к станции с другой стороны? По сути, мы выманем Райана Грюнера столкнуться лицом к лицу со мной. Он не потеряет возможности меня унизить в каком-либо сообщении, так сказать, ВКонтакте. И в этот момент мы попробуем с помощью телепорта отправить учебные бомбы на станцию. Вы капитан? С помощью телепорта, в смысле с... Я запуталась в телепордах. Мне кажется, мы слишком много обсуждаем и не переходим к реальным действиям. Все, что я могу сейчас сказать в данный момент. Я хочу утереть эту... Нам нужно справиться с этим учебным заданием. Ну, если мы не начнем действовать, мы теряем время, учитывая, что в реальной нашей ситуации у нас сейчас нет щитов. В реальной ситуации у нас бы этого времени не было. Да. Поэтому мне кажется, что мы не проходим стресс-тест уже, учитывая сложившуюся ситуацию, и каждая минута дает возможность нас раскрыть. У вас три дня ждет на исполнение задания, как вы помните. Но каждая минута дает им возможность нас раскрыть быстрее. Да вы и так раскрыты. Мы и так раскрыты. Ладно, я лично антеска. Мы не можем... Вы можете логично предположить, что если бы у него сейчас была возможность одномоментно выйти на вас всеми тремя кораблями, он бы это сделал, потому что он так победит. Если он сейчас не начинает атаку, то, вероятно, у него нет возможности сейчас выйти на вас всеми тремя кораблями. Поэтому есть возможность у нас выйти на него. А вы не знаете, где корабли находятся. Ну и они, раз не атакуют, они не знают, где мы, поэтому нам надо лететь. Они знают, где вы. Просто они не могут атаковать всей группой сразу. Нам надо лететь, да. Если они двигаться, они выдадут свое положение, все три корабля. А вы с каждым из них по отдельности сможете довольно быстро справиться. Мы можем пустить шлюпку. Это просто тактическую информацию докладно. Что делать с ренегатом-то? С амотажником? Гоупфахту. На самом деле вносить повреждения в корабль, мне кажется, ни в одной вообще вселенной не будет даже в шутку и даже в учебном формате. прощая, ну такой простой фигней, которую можно забыть. А я могу телепатические способности сейчас на него свои использовать? На саботажник. Кстати, приносят письмо, Катя, приходит на твой ком от этой дамы, что только она раскрыта, тебе появляется письмо, в котором написано, что это учебный саботажник, не настоящий. Хотя внизу приписано, конечно же, приписка, там внизу есть ПС, что, конечно же, это была гениальная идея Райана Грюнера, которая была одобрена потом флотом с запустителем такого саботажника. Ну, это приписка от него, конечно. Но в целом это, да, это письмо гарантирует, что это не настоящий саботажник, а человек, исполняющий функцию саботажника, если бы он был. Так что можно ее не расстреливать. Ну и дальше она может, если вы ее можете посадить на гоуптвахт, можете ее отпустить, она как бы выбывает из вашего экипажа на время дальнейшего задания. Нет, она идет под домашний арест, и учебный-неучебный лейтенант в стадии может с ней побеседовать, в том числе побеседовать, но не насиловать ее телепатией, тем не менее узнать, возможно, какие-то еще детали. Насиловать ее, но не телепатией. Я предлагаю... А у нас одна бомба, да? Учебная. Можем ли мы с вами кораблем обойти планету? Ну вот, вариант, то, что обойти ее, и, собственно, уже с той стороны, с которой не видно, выпустить... Нет, вы должны находиться непосредственно близко... Нет, 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 не торпеду выпустить, а вот то, что мы хотели с самого начала подцепить объект размером с наш корабль, и... Нет, там нет объектов. Объекты есть в поле, вот в этом, в газовом, и в поле астероидов. В облаке и в поле астероидов есть такие объекты. Там дальше нет объектов. Там нет локации вообще. Что не мешает нам умазать туда залететь, просто там ничего нет. А если мы действительно попробуем перенастроить, ну, как бы отправить бомбу с шаттлами, сами вылететь из облака, по касательной к станции, соответственно, так или иначе, мы привлечем их внимание к себе одного или двух кораблей, оттуда отправиться в астероидную зону, где с помощью маневрирования мы так или иначе их замедлим. Вы просто имейте в виду, что если шлюпка с бомбой будет уничтожен и это прорвал задания? Потому что бомба только одна. Чего это фигня eine, бомба? Извините. Давайте уже это большая бомба. Большой подобум делать. Лем, я согласна на любой бомбом, как только у нас будет хоть какой-то план. Я прикрепил его. Идем в атаку неожиданно. Он, скорее всего, ждет за деталью. Ну, в смысле, почему он не собирает корабли потому что он допускает вероятность того что все-таки корабль пойдет негде тайну сам скорее всего ждет там чтобы унизить лично потому что типа как это рациональный вариант это сначала восстановить свой корабль охраняет деталь остальные 2 я не 4 у меня изначально эти корабли расположены вы не думаете что я сейчас их расположу где захочется эти корабли у меня расположены все все три где должны быть я не буду их менять положение ни в коем случае так я же изначально говорил о двух подозрительных сигналах один из которых идет со стороны детали и как раз таки мысли подтверждаются дроны есть на подлете к станции похожие дроны есть на подлете к этой штуке деталям да да я продаю всего может быть 52 там у станции 3 333 дрона могут уничтожить шлюпку если что вора я задаля если мы отправим либо в сторону детали либо в сторону станции шлюпку который имитирует то что на ней вам короче как-то отвлечь внимание нужно как нам это имитировать какой-то детали типа электронную приманку которая давала бы сигнал похоже на ну то есть он записать мне кажется достаточно просто пустить шлюпку они в любом случае не будут разбираться и уничтожить ее побоявшись что там есть бомба но мы не можем запустить шлюпку без человеческого сигнала в ней тоже они просканируют это поймут там уничтожать они не будут все учебная хуйня но мы можем они будут учебно уничтожать да они будут и учебно уничтожать но мы можем запустить сигнал о том что как мы можем куда а да точно с шлюпки отправить сигнал что телепорт для там бомбы настроен на станцию таким образом чтобы это было как будто вот ну упущение чтобы они поймали сигнал до кораблем мы просто что просто напрямую летим в лицо станции пытаемся потом скрыться за планеты после сбрасывания бомбы не а мы пролетаем над станции и скрываемся в астероидном поясе на в любом случае просто нужно скинуть бомбу если нам нужно чтобы эти две сигнатуры скорее всего корабля отвлеклись на что-то и пока они отличные спросить помпу и съебаться я ничего не понял как только начать действовать я буду контратаковать я чувствую очень напряжены вы обычно не позволяйте разбейте свое действие на простые достаточно эти ступени и скажите что лечу сюда лечу туда шлюпка отходит не отходит м смысле команды сейчас поняла сколько тупо звучит лем с лем я не очень умненько что мы ваши предложения идем в прямую атаку этой разумной или все-таки используем обманку а мы можем больше информации получить вообще ну то есть вот у нас есть эти сигналы например можем ли мы запустить какой нибудь зон чтобы просканировать то есть все таки узнать здесь находится корабли или нет у вас есть зонда давайте воспользуемся куда вы будете запускать в источники в сторону источников сигналов меня интересует во первых ну условно вот есть у нас такой объект на карте как поле астероидов можем ли мы с точностью сказать о том действительно ли там есть корабли если вы тазон запустите то сможете в . когда он залетит это поле давайте презентируем это поле полностью вообще со всех спускайте зонт да зонт пошел запустили все запустили зонт зонт пошел идет зонт идет зонт идет зонт идет зонт зонт уничтожен последний его он скрыл три дрона это укрепленный стационарный дрон а мы можем запустить второй зонт но не напрямую к станция по орбите планета орбите планета с другой стороны чтобы вылететь с какой стороны по часовой или против часовой получается по часовой прям по планете так чуть-чуть чуть-чуть чтоб он с другой стороны прилетел хорошо полетел зонт знаете капитан перед тем как мы полетим в земной культуре был такой сериал старый который назывался на удивление похоже как и наш корабль вот и в данном сериале была ситуация когда людям надо было лишь внимание от корабля и они запустили болванку которая подавал сигнал бедствия на очень большой скорости абсолютно другую сторону я не говорю сейчас только вам данные дам когда корабль облетал быстро приближающимся малым объектом он был расстрелян и уничтожен этот дрон дроном зонт был уничтожен дроном там он как минимум заметил один который к нему подлетел то есть здесь он где то есть аквеним один малый зонт это маленькие корабли истребители без экипажа легким вооружением до торпеды их невозможно поразить и стрелять по ним уже довольно метко чтобы попасть но у них а маленькие маленькое вооружение у них вооружение не сильно да наша шлюпка выдержит со своими счетами у эти у стационарных дронов у них еще и по одной торпеде есть если что может быть а может не быть так и я же изначально и предлагал выпустить шлюпку и отличное внимание то есть вы предполагаете вот эти с этим вооружением если бы сюда послали шлюпку я бы расстреляли на подлетах в облаке астероидов с этим если вы пошлете шлюпку в этом состоянии к этому к луне то если там этот один дрон или тем более их два то ее расстреляют еще далеко на подлет корабль может пробиться кстати даже там 2 или 3 а нужно ли это кораблю не знаю какие у нас вариант я просто общаю на поле астероидов же так понимаю более тяжелую защиту поле астероидов 3 стационарных пушки стоит это более серьезное оружие да но 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 она неподвижны а там 2 2 дрона которые могут перемещаться довольно быстро ска я вас поняла если мы ладно еще один сигнал бедствия будет слишком подозрительно нашей ситуации потому что это будет ну очевидно что попытка отвлечь внимание но я думала я больше склонилась к тому что мы в момент когда мы если мы будем все-таки совершать план с рывком к станции мы попытаемся выпустить можно ли будет приманку которая хотя бы на некоторое время подавала бы сигнатуры корабля чтобы как мне хоть чуть-чуть их внимание раз это буквально на некоторое время размером с корабль либо мы можем отправить один из шаттлов отвлекать внимание дронов с той стороны второй шаттлов на варме на варпе чуть дальше данной системы с сигналом бедствия изменив сигнатуру что это не наш шаттл а сами за шаттлом первым подлететь к станции думаешь райан грионер будет отвечать отвечать на сигнал бедствия этой ситуации даним хорошее мнение тут мы конечно блин тактики вели я считаю я повторюсь еще раз капитан я считаю что это симуляции нам просто нужно действовать мне кажется нет правильных или неправильных вариантов и нам нужно просто пойти в атаку и получить опыт получить опыт хорошо тогда лейтенант с к отправьте давайте пойдем по орбите планеты с другой стороны вперед отправив наши шаттлы шаттл ваша почему нет у нас есть до шаттла которые отвлекут на себя дроны а мы полетим на небольшом расстроении от них хорошо капитан я передам приказы красная тревога работе за планетой вы будете не видны и а если мы запустим тот сигнал про которая говорила чтобы он не был в их зоне видимости а как чтобы чтобы он был скрыт планеты второй который путал бы их чем поту но количеством летающих объектов за которыми должны следить давайте девочки мальчики план какой у вас давайте сосредоточьтесь сосредоточьтесь мы сможем это сделать ладно у них три корабля и 5 этих дронов три из которых расположенного у меня есть предложение если вы стопали если вы сюда полетите то вы эти три пушки легко разобьете они вам вашему кораблю фигня если вы сюда полетите то эти дроны тоже легко разобьете но вы не знаете где находится их три корабля в одном месте или не в одном распределены они спрятаны полететь стадии чё там есть предложение полететь в бой и пустить одновременно две шлюпки в противоположные от нас стороны и тем самым рассредоточить их я все еще считаю что мы склонны почему-то переусложнять задачу у нас есть корабль и две шлюпки это как бы примерно равносильно силе корабля и двух шлюпок непонятно зачем нам делить силы если мы предполагаем что силы противника разделены может пойти в прямую атаку на планету потому что я все еще напоминаю что велика вероятность того что наш противник со своими силами ожидает нас в поле астероидов потому что предполагается мы пойдем за этой деталью но вы предложите как бы вы распределили корабли котел на месте грюнера как бы ты расставила корабли но я бы не оставила станцию в любом случае без защиты поэтому она как основная задача я бы оставила там два и один бы отправила к детали либо на подлете к деталям даже не самом поясе астероидов чтобы это можно было быстро мобилизовать к станции а ты бы фенчика поступила я бы спрятала я бы спрятала один из кораблей в тени планеты более мощный или менее мощный один мощный два менее мощных наверное все таки два менее мощных я бы оставила возле станции один который вот который второй который мощный он бы был на подлетах скажем я мне кажется что если он понимаешь сил силу корабля то он должен силы большие чем корабль без счетов оставить там где где находится щиты охранять ими щиты чтобы там же сразу победить а все остальное то есть может быть два маленьких корабля да это оставить у собственной цели вот тем более фактор личности он хочет унизить и предположительно лучше делает это самостоятельно чтобы было обидеть хорошо мы влетаем я считаю что главный корабль астероидов хорошо мы подготовьте к вылету оба шаттла мы влетаем в туманность и с помощью тягового луча отправляем в сторону по касательной к имитирует движение объектов туманности отправляем тяговым лучом один из объектов в сторону по касательной луны затем мы там не работаю до сенсор на за луной туманности визуал блокируется невозможно торпед не можете пускать и не можем пускать торпеда почему-то больше думаю просто не о плане райана грюнера злобности в ух мы вылетаем за этим объектом надеюсь что он отвлечет внимание выпускаем оба шаттла и пытаемся как можно быстрее пролететь на станции короче давай что ваше следующее действие мы мы шатлы для вылета они вани вас с командой сколько человек каждом шаттле но по пилот и навигатор который также команда более того красная тревога да мы пытаемся в туманности принимаем движение вы летаете в туманность пилоты и навигаторы которые в шаттлах они мы же не оправляем их на верную смерть у них же есть у них есть же возможность у корабля вытащить их транспортером из шаттлов если будет по ним проводиться атака ну теоретически да теоретически да мы же не хотим чтобы их учебно убили вы влетаете в облако короче вы вылетаете в облако и тут же в облаке активируется один из мелких кораблей который начинает вам обстрел тут же в этот момент вы фиксируете стрельбу в облаке астероидов ваш деталь уничтожен учебно учебно и после этого начинает движение в вашу сторону еще один маленький корабль defines класса defines вы под обстрелом короче говоря влете в облако сейчас я буду по вам жахать у меня ждет отвратительное свидание так сейчас стреляем вы всегда можете отправить слема на свидание вместо себя 9 1 помощник должен помогать во всем так 22 должно быть со стороны что 2 по вам попасть тремя кубами так это 12 умения и 9 корабль сейчас 2 на умение кидаем один крит один мимо так 10 кидаю за корабль не можете 9 и меньше 4 попал я докупаю еще кубик 13 не попал я докупаю еще кубик за три покупаешь выстрелы что да а сложность а подожди там не нет смысла да я хочу крит просто может быть вдохнуть хотя подожди мне же не нужно правильный телемик сказал у меня было еще происходит на два успеха есть один не критически наш три успеха нужно было два принципе мог тоже не так ну ладно будем считать ошибся и потрате короче в районе по вам попадают сейчас я кину почему они попадают 15 по структуре и они вам причиняются рынком этом по оружию фазеров все очень плохо фазеры 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 короче у них три фазера сейчас жахнем 246 короче по вам нормально так жахнули у вас на на корпусе отмечены пробоины вы потеряли 15 членов экипажа тренировочно учебного экипажа да вы могли уничтожить эту шлюпку одной торпедой на торпеды не работают в облаке и вы сейчас будете стрелять по ним также четырьмя фазерами по быстро движущей мишени со сложностью 3 вы будете стрелять или что а когда происходит я же могу например просканировать их на чтобы penetration повысить наш ну заявляю что ты будешь делать да я как раз хочу мне просто на слабые точки да мне просто непонятно сколько у меня действий и какой максимальный профит я могу из них извлечь вот мне в этой условно на как здесь туманность сейчас сделать усканин тут у меня вот вопрос . это посолю чтобы не путать всех записывал по сканированию что записано сканировая слайконтрол и science у меня записано communication communication это у тебя контрол и science и сенсоры security у корабля сложность у него один а здесь я добавляю еще два сложности за туманности сложности в итоге будет 3 а сколько у меня контрол и слайд сейчас скажу сейчас найду свой персонаж 11 плюс science 16 11 плюс 16 оба мимо твои губы это пока только не за не за выстрелы это сейчас идет а все равно же выбор а важене чем доплатить есть может быть ну да тогда короче сканеру тебя не получает сканеры подкрепить поэтому тебе нужно лупить вот мне непонятно что я еще могу в текущей ситуации сделать а ничего тоже сделал task а ну вот я и хотел понять механику типа то есть я какой-то раз выполнен все понятно вот остальные там своих системах могут еще что-то попытаться привинтить если захотят прежде чем стрельнут подожди а такой вопрос task он идет на персонажа или на battle sense dance или на персонаж данный персонаж не может не может занимать несколько station сразу то есть за один station только выступаешь в этот ход то есть если бы у нас было боль в два раза больше персонажей то можно было бы еще там из-за внутренней системы но у меня это было бы больше тадачков но не больше шести но нет при этом обысков угодно но это мои черные фишки данном смысле в начале не больше 6 то что нет не больше 6 это у вас может быть а у меня может сколько угодно по два на каждого персонажа я насколько помню по два на каждого персонажа не больше у вас не больше шести у вас не больше почему-то начал с шестью потому что не я бы я свою семью получил или шестью она и значит обсчитался у меня еще два остается я плохо прослушал нет не больше 6 это у вас по крайней мере не нашел это в правилах можно потом вы ищу левер пытался сенсорами помочь найти слабую точку но не смог из-за туманности а сколько нам лететь вообще чтобы избежать атаки и вылететь из туманности но сейчас если вы будете вылетать то вы получите еще в жопу в тумане а потом уже за туманом быть либо принимайте битву в тумане а мы можем как-то совершить маневр уклонения и выйти из туманности попытаться избежать так совершайте маневр уклонения хорошо что но сейчас сейчас просто было неожиданно так а следующую вы можете уже маневр уклонения делать хорошо пытаемся избежать столкновение с этим кораблем вылетает следующий ход у вас еще один корабль будет в тумане который будет также вас лупить нам надо выходить из тумана дома надо сторону луны и станции как раз на дроны отлично а почему мы знаем там дрон мы можем по нему выстрелить фазерами или мы можем на них выпустить наши шаттлы непонятно зачем усложнять для себя задачу в туманности у нас больше шансов вы не можете торпедами стрелять торпедами стрелять да окей ладно справедливо хорошо так значит я могу одно действие сделать либо маневрирование либо атак паттерн поэтому для начала у нас маневрирование для выхода из туманности чтобы избегать избежать атаки этого корабля но тоже разные вещи есть типа выездив маневр научите что они вручание не не а второе просто движение что у вас сейчас без счетов каждое второе про нанесенное этот дэмэдж по тому же сектору будет вызывать разрушение то есть вы сейчас можете если вас еще раз по структурной попадет она у вас кстати не с детской зон это коммуникаций с компьютер компьютеры engine сенсоры структуры в этом если вас по вэпоном попадут то вас второй удар выведет из но мы не можем сражаться туманности в любом случае можем без торпед и они без торпед и они без торпед тоже файзерами да вы стрелять то будете или что вы просто понимаете это это битва будет продолжаться очень долго это не наша цель мы сейчас мы же нужно заниматься вас быстро раскатают не волнуйся вот именно у нас нет счетов и мы просто стреляемся фазерами совершенно бессмысленно хотя это даже не наша главная цель главная цель сейчас уцелеть до лететь до станции разбомбить станцию и целыми с нее схибать поэтому маневрирование кто капитан ну да как это еще раз это чтобы избежать попаданий это у вас сложность увеличивается на один по вам попасть это стояние на месте но сложнее в тебя попасть да одновременно можно перемещаться и стрелять можно вам уже стрельнули теперь ваши действия дожди мы не можем пытался просканировать и не получилось мы можем мы можем лететь грубо говоря к выходу из туманности попутно отстреливаясь да но по вам еще раз в тумане попадут на выходе ну это им еще попасть надо как и нам как и вам не ну давайте тогда отстреливаться я предлагаю да сначала пытаться отстреляться от них а потом уже мы улетаем отстреливаясь вы стреляете по ним короче да да и я что я использую контрол стрелять контрол секьюрити у тебя фейчик какой у меня сейчас посмотрю 13 а преимущество я могу какую-нибудь использовать например свое командное конечно можешь сейчас вместо перемещения да по идее по идее я думаю надо конечно за каждый station это делать но пока я этого не буду вводить я хочу что у вас был максимально жесткий у вас этот тест как он назывался обаяши марта только сейчас унижение конечно так вы улетаете не стреляешь 13 я должно быть в эпохе security у корабля смотрим какой 9 плюс 211 то есть у вас должен быть успеха 2 должно по ним попасть так 13 и меньше должно быть на этих двух 5 и 19 1 успех и на этом должно быть все вэпанс плюс секьюрити 11 или меньше 8 8 8 нацать хорошо вы по ним фигачите у вас фазеров на по мосту сколько четыре штуки подождите 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 а что у нас а еще всякие фазеры рейс вас 6 так это получается 469 на 9 жахнули вы ему попали по счетам и счеты сняли следующий ход они переместились прежде переместитесь по вам еще упадут я вас допрежда точнее стрельнут ну значит это не следующий ход еще а нет он сейчас стрельнет это будет ваш ход весь он не будет стрелять так что там у него было вэпанс плюс секьюрити это 9 этот чел у меня был на 12 12 и меньше на этих двух кубах и три успеха по вам надо 20 крит провал но я его пожалуй не буду учитывать за два этих перекину 7 другое дело так один успех есть 2 успеха не чаще кинул за корабль там 9 и меньше есть 9 так вам сложность 2 проходит секундочку ты сказал что три надо 3 извините так что покупай кубы покупаю кубы 16 попал и хреначно своими тремя фазерами по вам это получается сколько тут крит это 467 посмотрим куда вам попадем надеюсь что по структуре и вы развалитесь миссия будет провален а сколько план вообще строили прям полчаса стрелять под двигателем вам попадает вас двигатель критически поврежден и вы можете теперь ходить только на половинном ходу кроме удалить листу блока а корабль тем временем в какую носовую скульптуре мы в ту сторону с AMSA мне достали а куда вы хотелиządки вот сюда вот этот ятва да ты чё хорошо а а сюда тем временем в облако вошел второй корабль хотя если вы сюда летите тонко шнеоблака вошел отцена так сколько нам до станции до станции будет на следующем ходу уже но его мы видим по ему мужу жахнуть торпедой не я имею ввиду сколько нам до станции лететь там визуально еще что-то на следующем ходу очень близко да и раз уж вы в этом секторе там появился сам корабль ожидаем а ну и два дрона я их отмечу такими фишечками маленьких цветом не знаю тихо от нас не используется синий ки-кинки на не используется а шаттлы могут снять дронов я не помню два дрона в вашем направлении движется на очень большой скорость потрясающе я предлагаю выпускать шаттлы от стойки идеально ввязались все тактично очень грустно истерический смех очень стыдно и очень грустно на самом деле нет гарантии что нас бы там не жахнуло конечно нигде нет но у вас есть шансы победить что вы да и поэтому я не расстраиваюсь шанс победить я вообще не расстраиваюсь господи это просто ваше действие а мы можем взять на таран на эту станцию по учебному так нельзя тем более что это вас сразу разжал и ты думаешь вы будете на таран брать мне не таран у меня же есть просто это же не смысле что ты меня говорил что это реминг спит у вас есть вы можете брать на таран на сегодня на таран станцию это будет значить уничтожение всего экипажа вы должны об этом заявить и вам засчитается что вы пытаетесь взять на таран еще будет произведен расчет так не на таран смысле стал для столкновения а прямо проложить курс и я не поняла тогда как действует таран я думаю что таран это типа просто прямой наводкой над станцией лететь то есть сейчас ваши действия после чего будут действия четырех кораблей вы на этом ходу еще станцию атаковать не можете на следующем ходу атакуете на следующем ходу у нас нет вариантов ну смысле мы в любом случае мясо давайте лететь вперед надежде на то что мы типа не умрем можем лететь и выпустить наши шаттлы но шаттлы будут атаковать мелкие корабли а мы их разве не выпустили уже давно нет они еще у вас внутри просто мы с ними летим еще когда туманность влетали кажется выпускали их готовили только и готовили так что сейчас а как раз самое время выпускать так вы пускаете два шаттла хорошо вот они будут красный и оранжевый как и у них приказы тушат в чем дело проследить рядом снимать дрона а мы сами летим вперед получается к станции маневрируя на половиной скорости кстати потому что вас двигатели вышибли понятно дело на маневр маневр это мы можем отстреливаться в это время или если мы делаем маневр мы не можем стрелять выбирайте кого стрелять будете у нас четыре станции по идее каждая станция должна что-то в наш ход делать соответственно забудь мы в телеграммчике сидит я не в телеграммчике мне извините мне звонили с работы у меня очень важный вопрос я как бы не могу когда у нас есть значит станция у меня рулевой навигатор у фичка атака у лемминга чуть этом сенсоры и атаковать собираемся я пытаюсь просканировать а то как бы можно что-то помимо сенсоров там внутри не нужно лететь вперед и игнорировать шансов просто на нормальный бой это справедливо но мы можем действительно не только лететь но и стрелять поэтому я например могу ну вот я не знаю вот есть типа у меня распределение энергии регенерация счетов кажется нам ничего не даст счетами просто все эти дела счетами кать у тебя тем временем на твоем планшетике замигала картиночка которая говорит о том что вы можете сейчас признать техническое поражение либо не признавать техническое поражение но тогда все дальнейшие действия сугубо под вашей ответственности будут разматриваться отдельно то есть ты считаешь что может сделать что-то экстраординарное сейчас то самое время это делать и потом принять это ответственность если это что-то экстраординарное будете поврезаться в станцию то это будет серьезным отягчающим строительством при рассмотрении техническое поражение это нормально не-не-не подожди никто не собирается сталкиваться с станциям уже давая вас просто еще что то есть вас сейчас вариант вы можете признать техническое поражение которое предлагается либо вы считаете это будет учтено что у вас есть сейчас талант и воли для того чтобы совершить какое-то экстраординарное действие которое вы сейчас совершите для того чтобы преодолеть данную ситуацию я упрямая так что нет мы это сделаем ты отказываешься до технического поражения я отказываюсь технического поражения просто это в данном случае если бы это была боевая ситуация это бы значило сейчас принять капитуляцию сохранить корабль и ты вот прям знаешь сейчас меня мотивируешь на то чтобы ну да мы принимаем техническое поражение мотивируете да и выбор у тебя сейчас выбор еще раз вы вылетели из туманности рядом с вами летят два шаттла за вами видимость туманности потом полетит еще один корабль дефайнс один дефайнс уже на подлете он будет стрелять к вам приближаются два быстрых маневренных дрона которые будут стрелять и в положении изготовившись стрельбе стоит наш любимый райан грюнер который готов открыть стрельбу только вы войдете в зону его поражение всеми орудиями капитан я думаю что целеснообразно принять я принимаю это же всего лишь симуляция которая говорит о наших дальнейших действиях как мы будем вести себя в дальнейших боевых поэтому я принимаю техническое поражение я ненавижу быть капитаном кстати и вы всегда можете отправить на свидание своего помощника самую руку видимо видимо это шутки потому что я их не понимаю ведь это был всего лишь симуляция а слем всего лишь ваша правая рука давайте попросим наших зрителей потому что в диванных странах много которые задним числом любят всякие стратегии предлагать чтобы вы сделали в этой ситуации как правильно как правильно нужно было ситуации разрулить капитан катика признает техническое поражение война вся тут же останавливается все орудия погашены вас вызывают я все еще что в реальности он бы ждал как бы у астероидов потому что что ты считаешь от другой вариант у меня корабли были разложены один один желтый там один желтый здесь и он охранял главную да ты просто тоже об этом не подумал я считал что у вас я считал бы что у вас был план если бы шанс если вы все-таки за счетами потом драпать устанавливать и потом ввязывать собой но очень что-нибудь такое на это мне это легко судить я потому что обладал всей картин поэтому здесь всегда тем кто будет писать как надо на самом деле вы учитываете что когда ты не видишь всей картинки особенно задним числом это не делаешься тогда все очень сложно капитан катика вас вызывают на экраны я натягиваю самую возможную в данной ситуации улыбку там в той же позе лимит вашей запросить сидит райан грюнер вы храбро сражались капитан но вы с самого начала знали что вас против меня нет шансов потому что я его академии был лучшим и не собираюсь сбавлять оборотов теперь меня восхищает ваше решение насчет тактического тактическое решение насчет счетов капитан грюнер моя идея согласен очень интересно что-то вы говорили про свидание жду не дождусь сегодня вечером столик у нас будет здесь здесь раньше такое не очень прибранное место но впрочем и вы не видите капитан чтобы вся остальная команда конечно присвартовываетесь к нашей идеологической станции здесь неплохой бар сегодня хорошо выпьем вы молодцы для первого боя выступили очень неплохо показали себя дерзкими я бы даже сказал в хорошем смысле безрассудными но еще раз повторюсь шансов у вас было и так немного поэтому вы сделали все что смогли жду вас сегодня вечером смена сцены вечер все бухают расскажите как вы бухаете все команды там такой бар команды конечно с той стороны они веселятся рассказывать какие они молодцы как они там заманивали как они там ждали стреляли все такое ваша команда не очень конечно рада рада и поддерживать это общее веселье как вы пьете рассказать катька то понятно сейчас сидит как ты сидишь за столиком и слушаешь россказни райана грюнера который вспоминает студенческие годы и рассказывает как он там футболе побеждал как прошел все тесты на отлично как он скоро присоединится к ближайшей возможной войне и готов все свое весь свой военный гений применить конечно тут же на благо федерации как ты это все я закинув ногу попивая свой вискаре закинув руку вот так вот на спинку стула все это слушаю с внимательной вежливостью потому что надо мальчику высказать что делаешь ты пью в этом общем веселье койта я не знаю не представляю себе честно я должны пить вулканцы думаю что без думаю что как-то как бы спокойно и не понимая что происходит почему эти люди как-то меняются вообще после выпитого какая разница проиграл победил главный опыт правильно конечно который в этой игре нет ситуации фича как пьешь ты расскажи в темном углу бара буравья глазами 10 лет капитана спину этого господина с немецкой фамилии грюнер да и ровно прекрасная немецкая фамилия хороший рот можно еще комментарий что пью медленно но регулярно подливаю алкоголь бокал грюнера что ты чувствуешь чтобы чувствует персонаж фич мой персонаж очень очень сложно смириться с поражением несмотря на то что она далеко не капитан но она очень остро чувствует решение и настроение всей команды хорошо чай лаваш ты чего я не присоединилась к общему веселью закрылась в своей каюте включила килограмму своего друга мы с ним общаемся по связи и пью виски glenmarange и слушаю crystal castles грущу о упущенных возможностях что возможно можно было все таки долететь до мусора выцепить деталь и попробовать а мой друг меня в этот момент успокаивает и восхищается прекрасно прекрасно для завершения я призываю вас друзья мои здесь в этой игре как если вы будете вспоминать фильмы побеждают всегда самые безрассудные творческие решения и вот это то чего здесь ожидается от игроков безрассудные творческие решения такие тоже совсем безрассудный но максимально творчески это все приветствуется и экшончик экшончик но вы молодцы хорошо хорошо начали сегодня до ввязались а мы потом еще обкатаем эту систему надо мне там тоже много чего дочитать еще по поводу попадания потому что у вас были щиты все было немного сложнее но у вас щитов не было так вот он зачем мне кажется все таки надо было попустить две шлюпки в разные стороны чтобы отвлечь про нет здесь когда нет щитов тогда у вас каждое попадание что это брич брич это то есть пробоина в системах но это понятно нет просто если бы полетел корабль от него три объекта в разные стороны то противника рассредоточились и он мы бы выиграли пару может быть тройку минут это расстраиваешься не расстраиваешься я катика а не я просто понимаю что надо было нас был хороший план который восхищает да ладно все нормально было лучше тебя был лучше маникюр если бы у нас были равные силы а так это было реально к бояша это вам ответочка за прошлую сессию да ну что ж спасибо друзья мои со мной сегодня играли катика редред сибирский лемминг фейчик чай лаваш и гестар неподражаемый раян гостлинг конечно же который в роли молодец хорошо выступил до плачев все спасибо все свободно живите долго представьте всем пока пока